приветствую вас дорогие зрители мы продолжаем играть в игру под названием транспорт фифер у нас 2020 год уже вот и за кадром я также немножко здесь что-то да передел сейчас я буду вам рассказывать что именно здесь было сделано вот и что будет ну во первых я решил это запустить значит завод стали давно пора потому как нам уже нужно снабжать вот эти города города говорю погодите сейчас вот как и инструментами так и товарами ну и всеми остальными ресурсами которые нужны так ну и конечно самый ближайший город не города завод к нашим к нашим городам это вот этот вот который производит сталь вот среди этих здесь вот этот но это дальние получается как видите дальше нету ничего из этого города нас будет поставляться во все города как и в этот в этот и вот в эти три поэтому здесь нужно будет заранее продумывать логическую цепь самих путей вот как можно масштабнее так что у нас здесь 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 у нас так также нужно вот мы видим здесь у нас производится инструменты и техника здесь нужно помимо стали дерево так ну дерево в принципе это не проблема здесь где-то я видел много всего было и лесопилка вот она с этим и немножко попозже разберемся так ну а теперь давайте посмотрим значит здесь я смотрите про сделал станцию отвел от него такую узкую дорожку он а дальше у нас уже идет такая скоростная трасса под 100 километра под 100 километра для наших фур фуры как вы знаете у нас 100 километров едут вот и это все для них чтобы как можно быстрее это все доставлялась так ну я также здесь у нас станция производства угля так давайте ставить депо значит ставим мы его прямо здесь рядом вот сразу машина выезжает и направляется на станцию так так вот сюда одну и еще одно депо вот здесь можно даже где-то вот так вот принципе не суть важно и проведем сюда также дорогу так что здесь такое почему-то это не хочется и а вот соединяется все нормально что нам здесь требуется значит обязательно железо и уголь и мы будем производить сталь так ну для начала нужно создать маршрут так создаем маршрут выбираем вот такой вот цвет более похоже на сталь да у нас получается вот такой вот подойдет или взять может быть светло серый да какого цвета ну ка но она как-то более голубовато идет так что мы берем где на линия 1 вот называем сталь и нет нет неправильно это у нас железная руда железная руда и она будет она какого-то вот такого цвета да ближе так выбираем это ну и добавляем станцию станция 1 и станция 2 загрузить полностью все и для начала покупаем две машины всего лишь пока что так это у нас заранее так материал инструменты шлак пальцев доски сталь железная руда вот и запускаем на где у нас вот железная руда все запускаем время и машины поехали производство должны потихонечку уже включаться в работу так куда вы поедете правильно вы поедете сюда две машины пока что я думаю хватит для начала это у нас 4 минуты да но по мере необходимости будем добавлять так следующая наша линия новая это у нас уголь добавляем станцию 1 и 2 все здесь также полностью загрузится ну и конечно же сюда также две машины черные под уголь специально так все машины поехали так в какую сторону правильно поехали туда так но теперь нужно ожидать когда собственно производство заработают здесь пока что я смотрю нету маршрута почему-то две машины прямо сюда влились одну в другую так 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 почему-то или здесь можно подождать нужно подождать так поезд 1 ох ты же ёлки полк нас уже и поезд может может вы срок эксплуатации свой израсходовал слушайте тогда надо их возвращать срочно так это у нас получается поезд 1 до поезд 1 ну-ка давайте посмотрим смотрите они одинаково прям 40 лет до и этот поезд номер 2 где он где он едет они вот оба здесь смотрите все таки уже ржавые ржавые грязные вагоны слушайте надо все менять вы только посмотрите как этот обгоняет ничего себе 140 а почему этот не может ехать так странно а почему почему ладно давайте загонять их в депо во первых так а может быть здесь потому что стрелки до стрелки и скорость падает вот чем проблема так нам еще сгону успеть это все так там не видно ладно быстренько быстренько пять коп постов депо тебя тебя сейчас тоже быстренько в депо все отлично люди вышли текает толпень так ну и конечно же нужно задумываться какие поезда мы будем покупать так давайте посмотрим локомотивы ну берем конечно же электричку 160 километров у нас есть вот такие вагоны под 130 под 200 километров вот могут ехать и под 140 под 130 это у нас а вот и у нас есть готовые составы например вот такой вода на 100 человек под 130 километров если вот такой вот по 200 километров и стоит 20 лимонов так ну что ж я так думаю давайте брать более новую технологию да смотрите у нас есть вот такой вот красавец 122 я думаю так как раз вполне себе нормально так а какой у нас здесь маршрут величинск котельники величинск это у нас вот это да получается погодите величинск и котельники так эти поезда мы продаем нам они отслужили вот так и покупаем покупаем готовые составы так даже не знаю какого цвета выбрать ну давайте может быть вот такого что ли серого или может кого-то яркого давайте красного красного цвета так ну и давайте покупать покупаем и отправляем сразу же на вот это вот маршрут так смотрим что у нас здесь ага да он и как бы не весь красный смотрите только вот такие вот штрихи у него небольшие да но это уже конечно смотрите за современность вот это уже как говорится вип салоны да у нас смотрите здесь и всего лишь раз два три четыре вагона да под 200 километров ну что ж я думаю поезд окупит себя вот так ну а мы продолжаем дальше у нас есть так погодите еще один маршрут вот он поезд номер два покупаем так поезд номер два это маршрут у нас какой а вот отсюда на получается они будут забирать поезд номер два 108 ну здесь наверно нужно побольше вагонов хотя нет я смотрю вроде нормально ладно давайте такой же купим покупаем и так составы на этот раз мы возьмем цвет давайте ярко зеленый так покупаем все и на поезд номер два маршрут давайте как то изменим этот маршрут потому что уже надоело это у нас величинск и владимир скорее всего да так я не успеваю заменять эту самую технику у нас выскакивает сообщение так величинск владимир ярко-зеленые меняем дальше величинск и котельники это красный у нас ну и вот этот у нас по-прежнему давайте будет оранжевый под цвет поезда все отлично так и первый по второй поезд поехал смотрите он уже возвращается ничего себе быстро слушайте обалдеть 170 километров в час вот это я уже понимаю скорость вот это уже что-то похоже на более такой на более такую быструю доставку пассажиров так и посмотрим оценят ли наши пассажиры наши поезда современные да я забыл посмотреть какой у них срок службы так давайте посмотрим составы 50 лет да ну довольно таки неплохо ну и он конечно же отлично помещается даже с запасом нашу платформу и смотрите какой у него скорость загрузки-разгрузки пассажиров здорово вот и по мере того что он набирает большую скорость здесь не будут успевать накапливаться столько много пассажиров вот так и у нас остался последний поезд это у нас вот этот вода а погодите стоп нет все мы заменили у нас все поезда современные это уже хорошо так отлично это пока что работает нормально покупает себя здесь немножко мы кажется не забрали да они все нормально ладно так с поездами мы завершили что у нас еще по транспорту смотрите опять все красное так хлеб 1 это у нас маршрут по хлебу понятно так давайте посмотрим что у нас творится с этим заводом что производится ничего не производится 54 вот вам пожалуйста на складе уже 42 все теперь нужно запускать транспортировку стали ну и конечно же сталь мы будем куда мы будем толкать так нам нужно такое производство которое будет выгодным так здесь у нас пока что я не вижу ничего такого вот разве что вот сюда можно отсюда точнее сюда пластик может быть с этой стороны будем завозить до пластик вот отсюда пшеницу в хотя смотрите у нас вот здесь это нефти нефть можно было бы перегонять отсюда и вот в этот участок к примеру да знаете сколько мы будем получать бешеные деньги просто за вот такую вот длинную доставку так ладно это все как бы в планах ну допустим вот сюда да или стоп куда еще можно поближе так вот здесь есть вариант вот пшеницу сюда пластика сюда сюда же сталь с этого завода и остается это дерево дерево вот ближайшая наша пила рама которая вот не так уж и далеко в принципе если здесь взять по кругу да и завозить вот сюда она пила раму вот дерево нету да шо ж такое как назло нет леса бывало рядом здесь надо продумывать по-другому никак не получается вот здесь они специально так расположены в разных местах вообще так что у нас здесь сто тридцать четыре сто тридцать шесть потихонечку растет так что у нас здесь на складе творится ох ты ничего себе у нас вообще нету продукции так давайте разбираться чем проблема проблема в нехватки товаров так смотреть во первых что у нас здесь 93 отлично машин здесь в принципе хватает это нас хлеб 2 вот даже одну машину можно убрать так и что у нас здесь сколько процентов 81 отлично вот как раз одну машину мы можем поставить на этот маршрут вот скот пустой скот 20 так а почему он приехал пустой непонятно зерно вот нам привезли немножко товара потенциал какой 200 у нас нету товара так тогда что мы делаем мы берем и у нас зерно скотт вот погодите 4 машины только это мало это очень мало так это все изношенную технику мы продаем она нам не нужна так ну что же давайте тогда добавлять еще потому что смотрите здесь продукция купится покупаем транспорт покупаем транспорт 1 2 3 4 4 машины зерно скотт маршрут так все теперь я думаю должно хотя бы более менее хватить сколько у нас 58 секунд но не так уж им это мало точнее не так уж это и быстро будет хлеб 1 это у нас первый маршрут 148 уже на здесь ладно так здесь вроде бы всем давайте потом наведаемся еще насчет хватает ли машин так дальше нам нужно срочно вывозить отсюда сталь потому что у нас становится производство срочным образом давайте на паузу и все таки будем думать куда же это все свозить наверное я буду думать уже за кадром вот ладно на этом пока что все всем спасибо вам за просмотр и увидимся уже следующих сериях всем хорошего дня и всем пока